Приветствую вас. Речь идет первоначально о том, что вам почему-то неприемлемо и вас почему-то задевает тот факт, что побросок чувствует себя победителем, если замолчать. Вот. То есть вас это почему-то задевает, вас это почему-то напрягает, а за вас это почему-то неприемлемо, то есть вы почесли себя победителем и что. То есть здесь вот у данного обстоятельства есть несколько важных, на мой взгляд, элементов, которые я хотел бы раскрыть. Значит, первое заключается в том, что молчание может быть разным. Побросок чувствует себя победителем только в том случае, если вы действительно с ним боретесь. Но для чего вы боретесь, знаете только вы, и мотивы бороться есть только Марианна у вас. Как бы, это значит, что вам необходимо почему-то бороться с ним. Вам, а не ему, не подростку. И второй аспект, то что, если мы говорим конкретно о обстоятельствах того, вот по поводу чего у подростка словесный тонус, что у вас это очевидно как-то задевает. И очень важно понять, как это вас задевает. Очень важно перестать эмоционально на это реагировать. Потому что Побросок, судя по всему, именно делает все это для того, чтобы вас, условно говоря, задеть, потом, соответственно, подавить и почувствовать себя победителем. Так он самоутверждается. Но если вас кто-то говорит перестанет задевать, то ему, как бы, не будет никакой нужды это делать. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что сама постановка вопроса, сама постановка вопроса, значит, замолчать, заставить человека замолчать, ну выглядит, как какой-то, знаете, я бы сказал, силовой, что ли, слишком. То есть, что значит заставить человека замолчать? А почему он, собственно, вообще должен молчать? То есть, у нас, ну, можно говорить абсолютно все что угодно. А как бы у человека есть свобода говорить все что угодно. Другое дело, если по какой-то причине вас это задевает. Другое дело, если вас это задевает. А вот в таком случае, да, об этом можно и нужно говорить. Но дремывать от подростка, чтобы он замолчал, значит, на сомнительная, ну, сомнительная цель, потому что, чем, как бы, человек, находящийся в подростковом возрасте, достаточно болезненно реагирует на попытки его как-то подчинить. Вот. И, делая вот так, вы, ну, ничего хорошего, ни ему, ни себе не даете. И уж точно вы не учите ему чего-то, хочу чему-то хорошему. Вот. То есть, требованиям замолчать. Другое дело, если вы выразите, например, свои чувства по поводу того, что происходит. То есть, воспользуйтесь, к примеру, воспользуйтесь техникой я сообщений, допустим. В этом случае вы сможете пресекать на корню подобные проблемы, вы сможете пресекать на корню подобные трудности, вот, и, значит, всё. Но для этого нужна, конечно, определённая практика. Для этого нужна определённая практика, потому что вот так, как, ну, так, как сейчас происходит, это не то, что способствует развитию конструктивных отношений между вами. И, кстати говоря, даже если подросток замолчит, всё равно для, опять же, него это будет означать только то, что он, ну, скажем так, затаил на вас злобу в определённой степени. И вряд ли ваши отношения в этом случае улучшится, вряд ли ваши отношения в этом аспекте станут, ну, более качественными. Что касается его действий, его реакции на то, что вот вы описываете, и той реакции, соответственно, которую вы описываете, то здесь речь идёт, вероятно, о агрессии, то есть у человека возникает агрессия, что говорит о том, что он видит некую угрозу в вас, вот именно в том, что вы с ним спорите. Вот, соответственно, когда человек держит угрозу, он начинает защищаться. Вот, и, на мой взгляд, ну, как бы, своим текущим отношением к человеку, вы способствуете подкреплению у него, подкреплению и закреплению у него такой вот позиции, которую он занимает сейчас. То есть позицию, направленную именно на защиту себя, на защиту, значит, своих каких-то позиций, на защиту своих ценностей, на защиту своих целей, на защиту своих желаний и так далее. Вот. То есть, по сути, речь идёт о, ну, ни много ни мало, о конфронтации. Вот. Конфронтация — это не то, опять же, что вам нужно. Абсолютно. Вот. Конфронтация — это путь в никуда. Вам желательно обрести такой уровень душевного равновесия, чтобы сделать из подростка по сути себе союзника. Вот. Вот. Но я понимаю, что вам, может быть, сделать подобное достаточно сложно. Я отдаю себе в этом отсчёт, что вам сложно это сделать. Но, вместе с психологом, вы можете этого достичь, в том числе. Вот. Сейчас вы находитесь в созависимых, судя по всему, отношениях, которые можно охарактеризовать как треугольник Карпмана, в котором вы находитесь в качестве жертвы, и, пребывая в этом состоянии жертвы, вы, значит, чувствуете себя беспомощным. Вам желательно обрести некую такую почву под ногами самостоятельно, независимо от подростка. И перестать подростки воспринимать как серьёзного какого-то конкурента, как равного себе. Вот. Потому что подросток вам не равен. В любом случае. Вот. То есть здесь уже, здесь тонкость в том, что вы подростки воспринимаете как, ну, как равного себе, которого нужно затыкать. Вот. И, таким образом, главный вопрос, который можно сформулировать вам, зачем лично вам затыкать подростки? Главное направление, которое вы можете занять по отношению к подростку, Главное направление, которое вы можете занять по отношению к подростку, на мой взгляд, представляет из себя на помощь в выражении, помощь в выражении его агрессивного потенциала, вот, в, скажем так, отзеркаливании, в перенаправлении этого потенциала во вне, на себя, вот. И обретение, соответственно, подросткам, таким образом, равновесия, чтобы он видел вас, союзника, а не оппонент. Для этого необходимо разобраться, опять же, в том, что именно с вами происходит и почему вы так вот реагируете. Ну, на мой взгляд, достаточно, скажем так, болезненно на то, что делают подростки. Вот. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что вы получили для себя что-то полезное. Я надеюсь, что вам я помог, я надеюсь, что вы, ну, для себя возьмёте что-то в этой ситуации. Вот, потому что я понимаю, что вам нелегко сейчас, вот. Ну, и надеюсь, что ситуация разрешится. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам!